В конце XIX века Британия занимала одно из ведущих мест в мире. Четверть земной суши находилась в границах Британской империи. И английские правители могли повторять то, что сказал в свое время испанский король, что над пределами моего царства никогда не заходит солнце. Четверть и какие земли находились? Значительная часть Африки, Индии, острова, расположенные во всех океанах земли. И это началось не в конце XIX века, это началось в конце XVIII века, когда Шиллер уже писал о том, что британцы как спрут опутали весь мир своими владениями. Но Англия не только владела территориями, она превратилась в главную мастерскую мира. Англия уже в начале XIX века, Англия являлась наиболее развитым промышленным регионом мира. Здесь конец XIX века самый высокий уровень урбанизации. Свыше 80% населения живет в городах. Здесь успешно развивается наука, техника. Кто не посещает из русских людей Англию, восхищается высокой уровню комфорта, организации жизни, развитостью техники. Об этом пишет и Гончаров по дороге в свое путешествие на фрегате Палладе. Об этом пишут очень многие русские путешественники. Но конец XIX века – это уже начало заката империи. Не случайно в Англии так была популярна книга английского историка Гиббена «Упадок и падение Третьей империи». Видели, что англичане, что какие-то черточки схожи с падением Рима, между падением Рима и падением Британской империи. Англия все еще господствовала в политике, но уже под более быстрыми темпами развивалась промышленность Германии. Соединенные Штаты стали самой крупной державой промышленной к концу XIX века. Да, еще политический вес Соединенных Штатов Германии не был таков, как Англия. Но Англия уже опасалась за свое положение. Поэтому сохранить, любыми способами сохранить вот этот мир, в котором Британия господствовала. Правь Британия на волнах – любимая английская песня, которую воспринимали как гимн. И поэтому все силы направлялись на то, чтобы укрепить эту империю, расширить пояс английских владений от Средиземного моря до мыса Доброй Надежды, держать Африку под своей пятой, сохранять владычество в Индии и так далее. И в Европе, конечно, контролировать развитие дел в Европе, стравливая одни страны с другими, вмешиваясь в конфликты, насаждая свои, укрепляя свои позиции в Латинской Америке. Но англичане боролись за сохранение. Поэтому очень силён дух консерватизма. Вот олицетворением этого являлась английская аристократия, которая всё ещё играла немалую роль в политике страны. И, наверное, это бы считалось так заурядным событием. В 1874 году бал в герцогском доме Мальборо, где собралось очень немало гостей 30 ноября 1874 года. Герцог не так давно женился на богатой американке. Это было немножко не в тон, это немножко не в моду, но она была такая красавица, она была пианистка. И она так остроумно говорила в светском обществе. И вот устроили очередной бал. Она была, надо сказать, в интересном положении, 7 месяцев уже. Но, тем не менее, она стала плясать во время бала. И вдруг почувствовала схватки. Её срочно из этого бального зала бросили в первую попавшуюся комнату. То это оказалась раздевалка, где навалили дамы свои туалеты. И вот там бросили эту роженицу, и она родила своего первенца прямо среди этих одеяний, этих собравшихся дам. Он был 7-месячным ребёнком. Но, говорят, 7-месячные ребёнки часто бывают крепышами. Ребёнок рос крепеньким. В общем, всё было так неплохо у него. Но беда была в том, что он рос в семье, где родители вели слишком светский образ жизни. Тут Джером, урождённую Дженни, Мальборо приглашали на светские балы. Рандольф Черчилль был политическим деятелем консервативной партии. И ему не было времени, не хватало времени для того, чтобы заниматься ребёнком. Им занималась няня. Вот няня занималась молодым, маленьким первенцем Уинни, как его звали, Уинстон Черчилль. И Черчилль до конца своей 90-летней жизни сохранил признательность ей и держал всегда портрет в комнате, где он жил, портрет его няни. Им было родителям некогда. Да, он был так нужен им, в частности, и в своих последующих и политических, и светских планах, но особо им не занимались. И поэтому, когда ребёнка исполнилось 7 лет, они его спроводили в публичную школу, обычное дело для английской аристократии, АСКОТ, такая школа, где школа-интернат, где существовала типичная для таких школ строгая дисциплина. А ребёнчик вырос в это время уже с характером. Он был неуправляемым, он был страшно подвижным и терпеть не мог, соблюдать, выполнять, как у Кита, правила, порядок и так далее. За что был тут же наказан преподавателями. А наказания в английской школе были очень всегда суровые. Лишь недавно там отменили розги. И вот ребёнка стали пороть. Это было величайшим унижением для мальчика. Как его сына, герцога Мальбора, вот внука герцога Мальбора, сына великого Рэндольфа Черчилля, вот его порят, а его пороли розгами. Он ненавидел эту школу АСКОТ. Наконец родители как-то взмолились и перевели его в более такую либеральную школу Хэру, где он продолжал учиться. Учился из рук вон плохо. Он не любил всё то, что ему не нравилось. А ему не нравилась арифметика, ему не нравились эти классические языки. Он никогда не мог освоить эти языки. Он, дай Бог, запомнил греческий алфавит. Но древнегреческий, латынь, это для него была мука смертная. А арифметику он ненавидел до конца жизни. Поэтому, уже став большим политическим деятелем, он всегда отбивался как чёрт от Ладана, когда ему предлагали пост министра финансов. Он не разбирался в цифрах, он их ненавидел просто. И учился он очень плохо. Но в Хэру был более либеральный режим, его тут не пороли, он кое-как переходил из класса в класс. И, наконец, что делать? Там поступать в какой-то Оксфорд, Кембридж, с его-то знаниями. Да, его там попытались куда-то отправить, ничего из него не получалось, и в конце концов его отправили в Сент-Хёрст. Сент-Хёрст военное училище. Но там тоже надо сдавать экзамены, а он не может сдавать. Его отправили в Сент-Хёрст в кавалерийское училище, где можно было научиться кататься на лошади. Вот это у него здорово получалось, и он умел кататься на лошади. И вот хотя ребёнок совершенно не был способен к учёбе, он обладал феноменальной памятью. Он неожиданно, он ещё в школе поражал, что он мог заучить 1200 строк из Шекспира и повторить это без запинки. Он мог это сделать. Английскому языку он очень хорошо относился, он любил английский язык. Но любые уроки из естественной науки, математики, это он совершенно не принимал. А вот 18 месяцев в кавалерийском училище ему очень даже понравилось, потому что он любил кататься на лошади. И потом он полюбил очень поло, и его по окончанию отец был в отчаянии. Ну куда с такими познаниями, с такой биографией в политику? Никуда он не попадёт, ничего. И единственное, куда его... Он уже, отец, используя связи, его хотел устроить в какой-то подходящий там пехотный полк, куда там, только в кавалерий, в гусарские... гусарские войска. Черчилль очень хотел в армию. Он говорил, что единственное достойное занятие для джентльмена – это служить в армии. Он в детстве обожал играть в солдатиков. Он потом очень любил армию. И вот он, он наконец добился... Его вместе с его полком отправляют в Индию. Отправляют в Индию, и там замечательные условия. Он всего лишь лейтенант. Но у него куча слуг. У него домик свой. У него возможность заниматься, как он хочет. А хочет он читать. Он очень любит читать. И вот, наконец, он стал читать. Он читал философию. Он читал... Зачитывался Платоном. Он изучал историю, прежде всего, Макалея, Гиббона. Он читал Лока. Он все это... Ему никто не мешал. У него домик. У него что хочет, то и делает. А потом, наконец, настоящая война. Восстали Потаны на северной границе. И он едет туда подавлять мятеж. Он участвует в настоящих сражениях. Но условия были очень хорошие. Служащие имели пятимесячный отпуск. Пять месяцев он мог делать все, что угодно. И вот Черчилль, подавив это... Поучаствовав в подавлении этого восстания, возвращается в место расположения своей части и начинает писать. И он написал вот это подавление этого мятежа. Называлось эпизод пограничной войны. Он написал... Да, он уже, когда был там, стал сотрудничать с газетой. И написал кое-что для газеты. Извиняюсь, перед этим он уже побывал на войне. Перед этим, перед тем, как попал. Он съездил на Кубу, где шла война. Испанцы давили восстание кубинцев. Вот Хосе Марти там и другие. Вот это все подавлялось. Черчилль участвовал в этих войсках, но никак, как корреспондент газеты «Дейли График». Написал кое-что, и статьи его понравились. Когда он приехал в Индию, он опять стал сотрудничать с местной газетой «Пионер» и с «Дейли Телеграф» и написал статьи. А потом написал целую книгу в 300 страниц. Ему было всего 23 года. Он издал книжку «Эпизод пограничной войны», которая с успехом разошлась. Дальше больше. Ему хочется вот опять участвовать в каких-то жарких сражениях. И он узнает, что восстание произошло в Судане. Судан был захвачен англичанами. Там была установлена власть. Губернатор английский Гордон. Вдруг восстали исламисты по нынешнему лексикону, фанатики, приверженцы Дервишей, Махди, который объявил себя новым пророком, и губернатора английского Гордона, убили, подавлять отправили лорда Китченера, который шел с походом в Судан. Черчилль просит, пустите меня. Китченер не принимает его просьбы. Используя все свои аристократические связи, Черчилль добивается того, что едет туда, участвует в этих делах и пишет двухтомную же книгу «Речная война». Успех этой книги. Вот он, 24 года, две книги. И тут между делом он создал еще и роман. Черчилль активно участвует в боевых действиях по подавлению восстания Махди, но одновременно занимается вот журналистикой, публицистикой. Он, кстати, возмущается поведением Китченера. Когда, наконец, овладели Хартумом, Китченер приказал вытащить Махди из могилы и надругался над его телом, Черчилль был очень возмущен, осудил это в печати, осудил это в своей книге и вступил в конфликт с Китченером. Дальше Черчилль вдруг рвет с армией. Он понял, что он очень неплохо может промышлять публицистикой, пишет роман Саролла, где герой действия, это имя этого героя, в какой-то фантастической стране, европейской стране, Рулейтане, где свергают диктатуру, а затем против новой власти выступают социалисты и коммунисты. Коммунисты – уже забытое слово, но он именно пишет о коммунистах, что коммунисты и социалисты выступают против этих революционеров, которые выступили против диктатуры. И вот какие они негодяи, мерзавцы! Вот здесь впервые обозначилась бешеная неприязнь Черчилля к социализму, к социалистической идеологии, их доктринам и так далее. Роман не очень понравился публике, и Черчилль узнает, что идет война с бурами на юге Африки. И он отправляется туда уже как корреспондент, Дели Телеграф, как военный корреспондент. Он не участвует в сражениях. Как-то, но он вместе с частями. И один раз происходит какая-то сложилась ситуация, что эта часть попала в ловушку. Черчилль активно участвовал по выводу этого бронепоезда из ловушки. Он помог им всем бежать. Он очень... ну, военный опыт есть. Он сумел это все организовать. Но сам вместе с частью этих офицеров попал в плен к бурам. И когда буры узнали, что он в штатском, но участвовал в сражениях, а там им надо было отстреливаться от бурам, они сказали, что ему просто грозит расстрел, как человеку, который не в военной форме сражался. Но, узнав, что он сын лорда, они обрадовались, говорят, в кои веки нам в плен попадает сын лорда. Его взяли в плен и отвезли в столицу этого Трансвайля, Преторию. Черчилль не был бы Черчиллем, если бы не стал проявлять тут же максимальное усилие, как сбежать из плена. Его другие товарищи как-то опустили руки, ничего не делали. Черчилль проявил изобретательность и сбежал. Сбежал из этого плена, оказавшись в середине этого центра бурского города. Он не знал ни местного языка, ни нравов, ни обычаев. И вот он сумел пройти по городу, выйти за его пределы, брел долго по городу, затем увидел какой-то остановившийся поезд, вскочил в него, поехал, долго ехал на пустой платформе, ехал, затем, когда остановился, понял, что его могут тут опознать, дальше брел по каким-то окраинам и вышел. И вышел случайно на единственного англичанина, который жил в округе, который его укрыл. И помог ему дойти до Мозамбика, указал путь, Лоренц Маркеш, туда прибыл Черчилль, и Черчилль вернулся в 1900 году. В Англии ему 26 лет, он вернулся из плена, его приняли как героя. Ну, потом удивлялись, почему. А в это время Англия несла крупные неудачи в борьбе с бурами. И вот возвращение Черчилля из плена, это была сенсация, успех. Вот, смотрите, какие у нас герои, он сбежал из плена. Черчилль тут же писал корреспонденции в «Дель и Телеграф» и написал опять двухтомную книгу о своем пребывании вот в этой участии в бурской войне. одновременно о маме Черчилля. К этому времени Рэндольф Черчилль, его отец, он рано умер, ему было всего 45 лет, но мама считала, что сын должен продолжить дело отца и очень помогла ему, чтобы он начал политическую деятельность. В 1900 году проходят выборы, освободившееся место члена палаты общин. Черчилль выступает на митингах, он говорит о величии страны, величии империи, но он не учитывает, что он выступает в рабочем квартале Ланкашира, что людям, в общем, наплевать на величие империи, что он совершенно не понимает проблем этого района, и он с треском проваливается на выборах. Не беда, Черчилль не был бы Черчиллем, если бы он буквально в том же году не возобновил свою политическую деятельность, и в 1900 году его снова выборы, и снова его, и в этот раз его подобрали, более хороший округ, его избрали. Он вошел в палату общин. Герой бурской войны был в плену, был у страшных этих буров. В это время ненависть к бурам кипит в палате общин, и там выступает за то, что, конечно, изничтожить этих буров. Кстати, первые концентрационные лагеря, которые вообще появились на свете, они были созданы англичанами, англичанами для входа бурской войны. Вот туда загоняли буров, и это были первые концентрационные лагеря. И вот в палате общин господствуют консерваторы, которые требуют, Черчилль тоже избран от консервативной партии, дают слово, предоставляют слово Черчиллю. И вдруг он начинает говорить о том, что нет, с бурами надо обращаться осторожно. Это смелый народ, это они отстаивают свою независимость. Надо уважать их, надо с ними как-то пойти на какой-то порядок, установить что-то вроде Доминьона в отношении них, установить какой-то порядок, такой, какой в Канаде, такой, какой в Австралии, в Новой Зеландии. Надо как-то помягче. Консерваторы не понимают, как так, почему этот человек, который пережил ужасы бурской войны, плена, вот он так говорит. Но Черчилль проявляет какую-то широту. Да, человек с такими, в общем-то, правыми консервативными взглядами, но Черчилль, это не просто консерватор, как его называют, демократический консерватор. Он ориентируется на массы, на настроение народа. И не случайно, что Черчилль не находит общего языка не только здесь, с консерваторами. Он начинает от них отходить. Ему ближе либералы. И на каком-то этапе, в 1903 году, он уже пересаживается на скамью к либералам. Он сближается с Лой Джорджем, человеком очень влиятельным в либеральной партии, последующим премьер-министром. И вскоре Черчилля привечают, он становится министром. Ему предложили пост министра финансов. Но вот, его не лады с математикой, он не может заниматься этим. Он принимает сначала пост по делам колоний, он меняет посты, он очень много меняет, а потом становится военно-морским министром. И вот к этому времени Черчилль понимает, что вот этот лозунг «Правь Британия на волнах», на котором выросли поколения англичан, он подвергается угрозе. Военно-морской флот Англии не в стон уж хорошем состоянии. Создается подводный флот у Германии. Угроза этой мощи, военно-морской мощи Англии. Германия тоже создает свои дредноуты. Надо, Германия растет. Как-то растут и Соединенные Штаты в меньшей степени, но прежде всего Германия. Германия – наша угроза. И Черчилль становится пропагандистом строительства военно-морского флота Англии. Дальше он активно сотрудничает с Ллойд Джорджем. Вот они – просто неразлучная пара. Ллойд Джордж становится премьер-министром. Черчилль у него военно-морской министр, потом военный министр, министр внутренних дел, но он все время при Ллойд Джорже. И начинается мировая война. Начинается мировая война. Черчилль часто выезжает во Францию. Он старается разобраться, в чем дело, почему страна Антанты терпит поражение. И Черчилль настаивает, он вмешивается уже в дела сухопутных сил. То, что не его прерогатива. Он говорит о том, что надо больше посылать бронеавтомобилей. А потом Черчиллю приходит мысль создать сухопутный корабль. Корабль, который будет иметь такой же вот огромный, как военное судно, но иметь какой-то мост для преодоления препятствий. И вот отсюда идея танка, которую уже разработал раньше Уэллс в фантастическом рассказе. Но очень скоро вот эта идея Черчилля, что движущийся, мощный, бронированный механизм, который имеет еще что-то такое, что позволяет ему преодолевать препятствия. Именно идея Черчилля вопрощается в виде танка. Эта идея была безусловно плодотворная. Но одновременно Черчилль мыслит глобально. Он видит, что в России используют эту войну для того, чтобы осуществить древнюю свою мечту о захвате Константинополя. Мечта времен Екатерины, когда она своего внука назвала Константином, когда Потемкин грезил греческим проектом, они, русские, рвутся к Константинополю. Николай I, который мечтал разделить Атманскую империю как больного. А здесь, в отличие от Крымской войны, мы союзники. И вот под видом помощи России отправить экспедицию на Дарданеллы и прорваться через Дарданеллы в Константинополь. Черчилль выдвигает эту идею. Против этого выступают опытные военные. Говорят, что это маразм, это немыслимо. Как флот, чтобы овладел сухопутной столицей? Это не может быть. Это надо крупная десантная операция. Нет, говорит Черчилль, все, самое главное, захватить Дарданеллы, оттуда двинуться, захватить полуостров Голиополи и оттуда двинуться на Константинополь. Он добивается своего. Экспедицию проводит, высаживает огромный корпус. И англичане терпят там сокрушительное поражение. 45 тысяч солдат англичан погибло в Голиополе. Казалось бы, позор, казалось бы, но связи в либеральной партии обвинили кого угодно, только не Черчилля в этом поражении. Английский корпус убрали оттуда, а Черчилль вышел сухим из воды. Вот война все-таки успешна, война все-таки продолжается, и в конце концов Антанта одерживает победу, несмотря на тяжелые минуты, пережитые странами Антанты в 1918 году. Все-таки вот победа, но к этому времени в мире появляется та угроза, о которой вечно страшился Черчилль. Социалисты. Социалисты, коммунисты захватили власть в России, и они грозят захватить значительную часть Европы и всего мира. Поэтому Черчилль становится инициатором борьбы против советской России. Вот его антисоциализм, это рожден его аристократическим происхождением. Он же мнил себя продолжателем великой аристократической семьи Мальбора. Он написал к этому времени шеститомное сочинение про герцога Мальбора. Он воспевал вот этот рот, и вдруг вот появилась эта мразь, которая хочет перевернуть мир, сделать вот этих, это быдло хозяевами великих стран мира, и прежде всего Англии, перевернуть, покончить с тем порядком, в котором он всегда жил. Он родился в замке Мальбора в Бленхейме. Вот это все теперь превратят в какой-нибудь дом культуры для рабочих и крестьян Англии. Нет, этому не бывать. Надо остановить все это. Черчилль видит, что социалистические идеи захватывают мир. Социал-демократы захватили власть в Германии. Коммунисты захватили власть в Баварии, в Словакии. Подражают советам. Совет появился даже, подражание советам где-то появились в рабочих кварталах Англии. Надо это остановить, покончить с этим. Остановить социализм, и прежде всего подавить советскую Россию. Уже в 18-м году высаживается английский десант в Мурманске. Затем он движется в Архангельск. Затем англичане высаживаются в Новороссийске. Разрабатываются планы. Прежде всего, раздела России. Надо сказать, не только неприязнь к социализму. Это и неприязнь к России. Англичане, жемчужина англии-британской короны, это Индия. Движение России на юг, это воспринимался как ледник, который движется неумолимо на юг и на юг. И когда пришла Россия, советская Россия, опять вот эти планы, которые носились в умах коммунистов распространить движение на порабощенные страны Азии, конечно, пугало Чертель. А вдруг захватят британскую Индию. Этому не бывать. Надо остановить. Поэтому остановить советскую Россию. Чертель не учитывал одного настроений британцев. Не хотели они этой войны. Не хотели терять своих сыновей в далекой, непонятной России. Не хотели нести тягот. Поэтому в Англии в это время распространяется движение «Hands of Russia» «Руки прочь от России». Черчилль возмущен этими выступлениями профсоюзников, либористов, клеймит как предателей. Но, тем не менее, это не то время. И английские войска выходят постепенно из России. Черчилль говорил о походе 14 держав против России. Кстати, около 15 стран участвовали в интервенциях. Главным образом, в Дальнем Востоке. Были там и польские корпуса, и аргентинские, и так далее. Но, похода не получилось. И Черчилль переключает свое внимание на сохранение Британской империи. Он становится министром колоний, он занимается прежде всего ирландский вопрос. Ирландия бунтует. Но Черчилль здесь проявляет гибкость. Он сторонник «Home Rule» домашнего управления, или, как у нас называли, «Гомруля». Что пусть ирландцы получат какое-то самоуправление. Мы не должны иметь рядом бочку с порохом, которая взрывается, причем не фигурально, а ирландские террористы действовали на территории Англии. Черчилля возненавидели на Северной Ирландии сторонники отделения Северного Ольстера от Ирландии. Они считали, что никакого самоуправления Северная Ирландия – это английская земля. Черчилль здесь вступает в конфликт. Но время либералов стремительно идет к концу. К этому времени двухпартийная система буржуазных партий, партий, связанной с аристократией, с буржуазией, уже прошло. Росла лейбористская партия. В Англии очень росло рабочее движение. Лейбористская партия формировалась на съездах, где участвовали представители профсоюзов. Коллективное голосование в зависимости от численности профсоюзов. И вот эти профсоюзы – это становится очень влиятельной силой. Лейбористы провели уже десятки своих депутатов в Палату общин, а затем лейбористы становятся все более и более влиятельной силой. Лейбор – это у нас перевели лейбористы трудовая партия, партия рабочая партия. Нет, они не коммунисты, они выступают против коммунистических идей, но они очень близки к социал-демократам, это в сущности социал-демократическая партия, и многие лейбористы сотрудничали и с коммунистами. Это тоже факт известный. Левые лейбористы часто, потому что Черчилль ненавидит лейбористов, но ничего не может поделать, успехи лейбористов все больше и больше, и вот в 1924 году происходит невероятное. На Палату общин приходят победителями лейбористы в союзе с либералами, потому что их совсем очень мало, они формируют правительство, правительство Макдональда первое, как называли сначала у нас рабочее правительство, лейбористы. Умирает в это время Владимир Ильич Ленин и Англия, Англия, главный враг Советского Союза, вдруг посылает венок Владимиру Ильичу, потому что в это время пришло к власти правительство Макдональда, и хотя Макдональда мы называли постыдным ревизионистом, реформистом, нет, всё-таки рабочее правительство, Макдональд посылает венок в честь по случаю кончина Владимира Ильича Ленина, и год у власти находятся либаристы. Черчилль не приходит в отчаяние, он занимается писательским делом, он пишет историю Мальборо, он рисует, его мама Дженни не только была танцорша, она умела очень хорошо рисовать, и это передалось сыну. Он рисует такие картины, которые с успехом продаются, он отправляется на Средиземное море, и там рисует вот эти пейзажи Средиземного моря, он отошёл от дел, но только временно, только временно, потому что он понимает, что ну, с либералами уже каши не сваришь, и он возвращается консерватором, небывалая вещь, дважды Иуда, дважды перебечник, нет, это сходит с рук. Черчилля принимают консерваторы опять в свои объятия, и опять проходят выборы, и Черчилля избирают опять в палату общин, Черчилль хорошо выступает, но он не обладает таким даром считывать настроение толпы, он заучивает свои речи, он заучивает свои речи, но в разных вариантах, он смотря как пойдет, он на память помнит один вариант речи, на память другой, он произносит блистательные речи с хорошими пассажами, литературно оформленные, поэтому некоторые речи Черчилля очень хорошо запомнились, его фразы, что про железный занавес, что по случаю объявления войны, начала войны между Германией и Советским Союзом, что замечательная речь 4 июня 40-го года, когда он сказал, мы будем сражаться до последнего, мы не сдадимся, мы будем сражаться на наших пляжах, на наших крышах, на наших теннисных кортах, да, даже если мы проиграем Британская империя будет сражаться и мы будем продолжать войну, это же, ну, это подготовка, тщательная подготовка, и вот эта речь заученная, произношенная с пафосом, она произвела потрясающее впечатление, потом идет война за Англию, битва за Англию, и Черчилль произносит блистательную речь про защитников неба Англии, никогда столь немногие люди сделали так много для столь многих, это становится лозунгом, вот эти летчики, герои, это мастерство Черчилля, железный занавес, фраза, взятая у Геббельса, Геббельс имел другое, железный занавес, потому что железные танки, железная артиллерия красной армии движется, и Черчилль говорит о железном занавесе, Черчилль берет, крадет у Геббельса эту фразу и использует железный занавес воздвигнут от Адриатики до Балтики. Он выстроил свое ораторское мастерство и преуспевал в этом. И вот Черчилль становится снова министром, снова произносит страстные речи, в этот раз вот проблема колоний, он рекоменовал, ему очень нравится, что англичане проявляют какую-то слабость в отношении Индии, а англичане не могли не проявлять какую-то мягкость в отношении Индии. Значительная часть войск Британской империи были из Индии. Это солдаты, индусы, с ними надо считаться, нельзя не проводить гибкой. Черчилль боится, что не заиграется ли с уступками, но все идет в общем неплохо, консервативный режим сохраняется у власти, но вдруг великий кризис, кризис, который затронул и Англию, и опять уже и консерваторы, и либералы не могут удовлетворить чаяния народа, опять на первый план выходят лейбористы, может быть, дела бы пошли по-другому, но несколько бесхребетный Макдональд, он как Черчилль острит, что это, говорит, в детстве в свое время не пускали в цирк, там выступало существо без костей, ну вот сейчас мы видим это существо без костей, это Макдональд, вот этот бесхребетный Макдональд, в общем, идет на компромиссы и с консерваторами, и с либералами, создает коалиционное правительство, но Черчилля туда не берут, но ничего, не беда, Черчилль отправляется с гастрольными лекциями по разным странам, его уже ненавидят индусы, индийские террористы, готовятся убить Черчилля, и поэтому, когда Черчилль едет в купе, он норовит лечь на полку, потому что боится, что его пристрелят индийские террористы, но его ждала другая беда, он приезжает в Америку, располагается в фешенебельном отеле, выходит на улицу к Баруху, чтобы дойти до этого особняка Баруха, известный финансист, который был потом советником чуть ли не у всех президентов США, очень далеко он пошел, он не учел того, что Америка это страна, где другой стороны движения, это не Англия левосторонним движением, и он смотрит не ту сторону, когда переходит Пятая авеню, и он попадает под машину, довольно сильно попадает, там ребра и так далее, итальянец подбил его, итальянский водитель, итальянец, в панике, все, Черчилль говорит, нет, нет, никаких претензий, они мило поговорили, Черчилль долго находится в госпитале, парадокс, через два года итальянец стреляет по Рузвельту, и чуть не убил его с ангара, то есть, вот если бы эти итальянцы преуспели, то ни Черчилля, ни Рузвельта не было, ну вот Черчилль заканчивает свои гастроли, возвращается в Англию, а там его никто не берет, в общем, но к этому времени происходит событие в Германии, к власти пришел Гитлер, казалось бы, Гитлер фашист, типичный фашист, как и в Италии, но фашистов Италии Черчилль очень уважал, он лично встречался с Муссолини, его позиция была очень близкая к этому, строгий порядок, навести всех, приструнить этих социалистов, коммунистов, пересажать, навести порядок, Черчилль подружился с Муссолини, он был доволен, что, как говорили в Муссолини, навел под такой порядок в Италии, что впервые за долгую историю поезда в Италии шли по расписанию. Черчилль, и вот, вроде, фашистский режим, фашистский-то да не тот, фашистский, во-первых, с расистским уклоном, с страшной нетерпимостью к людям иной расы, иной национальности. И главное, это не Италия, это Германия, старый соперник Англии. Гитлер ставит задачу быстро поднять военно-морской флот Германии, подводный флот, избавиться от всех унизительных ограничений Версальского договора. Когда, но в это время на Западе считают, самое главное в Гитлере это антикоммунизм. С кем борется Гитлер, это коммунисты. Это их, с ними он сражался на улицах еще до прихода к власти. Их он в первую очередь сражал. Ну, социал-демократов, ну, дай им и дорога. Ничего страшного. Как говорил пастор Неймюллер, который угодил потом в Заксенхаус, говорит, когда сажали коммунистов, я не волновался, я ж не коммунист. Когда сажали социал-демократов, я тоже не волновался. Когда сажали католиков, я не католик, я протестантский пастор, но когда стали сажать протестантских пасторов, и меня посадили, я удивился, почему никто не выступает, мою защиту, но уже выступать было некому, все сидели. И вот это не учли в Англии, что Гитлер выступал не только против коммунистов и Советского Союза, более того, на совещании 5 ноября 37-го года, тайном совещании с высшими руководителями армии и политическими деятелями Германии, Гитлер обозначил задачу, прежде всего, Аншлюз, Австрия, затем Судеты, затем покончить с этим дурацким гданьским коридором, захватить эти земли немецкие, Польша, вместе с Польшей может какой-то поход на Украину предпринять и опять вернуть Эльзаса Лотарингию. О Советском Союзе и речи не идет. Вот Черчилль каким-то образом почувствовал опасность этого. Кстати, в Советской Печати уже в 1933 году изложили этот план Гитлера. Поэтому Черчилль очень остро на это стал реагировать и очень стал критиковать примиренческую позицию Англии и Франции. Гитлер проводит ремилитаризацию Иринской области, вводит туда войска, туда нельзя было вводить войска. Запад это проглатывает, то, что думают, а, это ничего, самое главное, Гитлер повернет на восток. Гитлер нарушает все положения Версальского договора и идет гонка вооружений. Гитлер откровенно предъявляет претензии Чехословакии. А, ничего, ничего, самое главное, из Чехословакии он пойдет дальше на Украину и так далее. Черчилль в ярости, он говорит о том, что надо поддержать, я ненавижу Советский Союз, но надо его поддержать, его предложение о коллективной безопасности, о окружении Германии, надо поддерживать. Наконец, в 1939 году начинается переписка между Чемберленом и Молотовым, извиняюсь, сначала Литвиновым о сотрудничестве. И Черчилль возмущен, что Чемберлен тянет, что Чемберлен оттягивает это создание мощной коалиции из Франции, Англии и Советского Союза, которая бы изолировала Гитлера. Нет, ничего не происходит. Черчилль совершенно снял нападки против СССР, он настаивает на том, чтобы Чемберлен действовал более решительно. Нет, его игнорируют. Черчилль выступает, палате общин. Нет, его не слушают. Наконец, дело доходит до осени, конца лета 1939 года, когда в Москве заседает миссия, заседает совещание с Францией и Англией относительно возможной коалиции, и одновременно немцы предлагают Советскому Союзу заключить пакт о ненападении. Англичане предлагают настолько абсурдное число дивизий, которые они могут выделить на Западный фронт. Вызвешивается, что англичане и Франции не могут уговорить Польшу пропустить советские войска, что Советский Союз выбирает пакт о ненападении с Германией. Черчилль в отчаянии, но ничего уже не поделаешь. И вот тут Черчилль уже отказывается от своей сдержанности в отношении СССР. Когда начинается Советско-финская война, Черчилль всей душой выступает за то, чтобы оказать помощь Финляндии, высадить даже корпус где-то на помощь финнам. Но тем временем начинается война из Германии. Кстати, Черчилль очень настаивал, чтобы Чемберлен объявил войну Германии после нападения на Поншу. А война идет странная. Как говорил Сталин, не то, говорит, воюют, не то в карты играют. Войны не было. И вот это все тянулось и Чемберлен оправдал, что он высмеивал опасения о том, что Гитлер осмелится напасть на Западную Европу, пока не разразился гром 8 апреля 1940 года, когда в одночасье немцы взяли Данию, ну, почти без жертв, и напали на Норвегию. Вот тут англичане спохватились, надо высадить английский корпус в Норвегии, на севере высадили корпус, он какое-то время сражался, он был разбит немцами, довольно быстро немцы взяли Осло, все крупные города на берегу Норвегии, ну, вот тут уже поняли, что Чемберлен это нечто неподходящее для Англии. Черчилль настаивал, все время давал советы Чемберлену, он говорил о том, что надо действовать более решительно, и вот здесь, в этот момент, Чемберлен заговорил о том, чтобы отставка, но кто заменит? Галифакс, Галифакс, который был министром иностранных дел при Чемберлене, такой же Чемберленец, такой же Мюнхенец, вот назначить его, уже готово назначение Галифакса, но 10 мая Гитлер начинает наступление на Западном фронте, прорыв Бельгию, Бельгия объявила нейтралитет, Гитлер с этим не считается, Нидерланды нейтралитет, Гитлер с этим не считается, он врывается в эти страны и прорывается через эту хваленую линию Можино. 10 мая началось наступление, 10 мая Чемберлен наконец подает в отставку и к концу этого же дня премьер-министром назначают Черчилля. Черчилля встречает в палате общин гробовым молчанием, когда входит Чемберлен, ему все мюнхенцы в палате общин аплодируют, Черчилля встречают молчанием. Он не ко двору, он не тот, но Черчилль пытается организовать какое-то сопротивление, но уже поздно, уже поздно. Он человек своих привычек, он привык всегда, рекламировал свои привычки, обязательно хороший сон ночью и днем сон, этому он научился на Кубе, вот обязательно дневной сон, вот ночной сон, утренний сон, его был прерван, его разбудили звонок от Рейно, премьер-министра Англии, Франции, премьер-министра Франции Рейно, Поль Рейно звонит Черчиллю, Черчилль подошел к телефону и Поль Рейно ему сообщает французская армия разбита, Черчилль говорит я не верил своим ушам, самая великая армия Европы разбита, этого не может быть, но это состоялось, французская армия позорно отступает, английский корпус вместе с ним идет к Ла-Маншу, Кутериан автор этих идей танковой войны рвется вперед, Гитлер его сдерживает, что он боится, что немецкая армия попадет в ловушку, Кутериан уверяет Гитлером, что можно, можно, нет приказа Гитлера остановиться, и это дает передышку англичанам, не успевают эвакуировать значительную часть англичан и даже часть французов в Англии, это разгром был бы полный, и вот тогда Черчилль произносит речь, что у нас Англия осталась, но мы будем бороться, мы будем сражаться, Черчилль считает, что, конечно, вся надежда на Америку, Америка должна проснуться, должна что-то делать, он выступает, до этого он выступал без конца с речами, речи, которые потом были выпущены в сборнике «Пока Англия спала». На это обратил внимание посол Америки в Англии Джозеф Кеннеди, в это время его сын Джон Кеннеди находился в Англии, он собрал вместе эти речи Черчилля и, отталкиваясь от них, написал книжечку «Почему Англия спала?» Ему было сколько, ну, еще молодой человек, 23 года, кстати, 23 года, он написал эту книгу и с успехом она разошлась, «Почему Англия спала?» Англия спала, Черчилль сетовал, но это было так, нет, мы все-таки, он верил в английский дух, что мы выдержим, а дальше начались ковровые бомбардировки, германские самолеты бомбили Лондон, это небывалая вещь, Лондон бомбят, нет управы на немецкие самолеты, разбомблен Ковентри, промышленный центр столетейной промышленности, потом появляется понятие ковентрировать, уничтожить, вот снести до основания целые города, но англичане все-таки с американской помощи собирают какие-то военно-воздушные силы, и английские самолеты оказывают поддержку. Гитлер готовит десант, но колеблется, Гитлер вечно колебался, он очень колебался перед началом кампании на Западном фронте, он 27 раз отдавал приказ о начале наступления, 26 раз его отменял, то же самое началось с десантом, сроки переносились, переносились, отодвигались, потом наступила зима, и вот как-то это не получалось, это что-то не получалось, тем временем разыгрывались странные дела, английская разведка получила сведения, что Гитлер готовит мир с Англией, к этому в общем были основания, будучи убежденным расистом, Гитлер исходил из того, что мы одной крови, англичане, американцы, мы сможем править миром, надо только как-то поделить, договориться, и к этому времени созрел план направить надежного человека в Англию, чтобы вести переговоры лично с Черчиллем, а может быть не с Черчиллем, вот английская разведка подкидывает Гитлеру идею, что положение Черчилля ненадежно, к этому были основания, в палате общин его ненавидели, ненавидели, этого нахала, человека, который всюду лезет, невежду во многих вопросах, и вот этот человек, он сейчас во главе, да он только все, он уже провалился в Галлиполе, вот так же здесь он провалится, ничего хорошего. Разведка убедила немцев, что готовится переворот в Англии, и Черчилля сместят, переговоры будут вестись с более удобным человеком, договор будет подписан, а тем не менее идет подготовка у Гитлера к кампании против Советского Союза, уже назначен срок 15 мая нападения на Советский Союз, но нельзя воевать, и на два фронта нельзя воевать, это Гитлер, мир с Англией, война с Россией, 15 мая выступаем, нападаем на Россию, но в это время происходит невероятная вещь, Югославия, которая только-только заключила, стала участницей антикоминтерновского пакта, вышла из этого пакта, переворот, и Югославия подписывает договор с Советским Союзом, Гитлер принимает волнееносное решение напасть на Югославию, действительно, в момент, когда договор был подписан в Москве, Гитлер влезает в Югославию, довольно быстро с ней расправился, а затем заодно начинает помогать Гитлеру, Муссолини победить Грецию, он вступает в Грецию, в июне даже десант на Крит, ну и явно он не успевает начать Советским Союзом, но все равно задача мир с Англией. Гитлера убедили, что переворот в Англии на мази, и вот авантюристическое решение, Гесс, человек номер три в гитлеровской иерархии, человек, с которым Гитлер делал нацистскую партию, сидел вместе в Ландсбергской тюрьме, ему считался даже соавтором Майнкамф, вот его направляют в качестве эмиссара к Великобританию. Гесс летит на самолете, он прекрасный летчик, он сам отправляет самолетом, затем он на парашюте высаживается в Шотландии, правда, при этом вывихнул ногу, неудачно присел, и его отправляют в имение Гамильтона, лорда Гамильтона, с которым велись переговоры. И вдруг Гесса арестовывают. Оказывается, о всех этих переговорах был в курсе Черчилль, и Гесса очень важно было заманить в качестве заложника. Вот теперь они с Гессом, имея Гесса в кармане, он может вести переговоры с Гитлером. До сих пор тайна переговора с Гессом не разглашена. Отчасти об этом узнал Сталин в октябре 1942 года благодаря кембриджской пятерке, которая вот что-то узнала. Но что, как договорились, было очевидно, что с одной стороны Гитлер не будет нападать на Англию, а Англия не будет спешить пересекать Ла-Манш на помощь русским. Вот, видимо, в этом состояла суть тех переговоров, которые вел Гесс. Какие были переговоры у Черчилля, были ли они переговоры лично у Черчилля с Гессом, это неизвестно. Известно одно. Черчилль очень хотел, чтобы Германия напала на Советский Союз, или Советский Союз напал на Германию. Поэтому уже в апреле Черчилль через посла Крипса, левый леборист, которого специально направили в Союз Советский Социалистический Республик, направляет письмо от Черчилля лично Сталину о том, что Германия готовит нападение на Советский Союз. Сталин никак не реагирует на это. Более того, считают это провокацией. Ну, не без оснований. Провокация, момент провокации. Одновременно английская разведка провоцирует Германию на то, чтобы Советы подтягивать свои войска к границе. Осторожнее, будьте готовы к выступлению. И вот, наконец, долгожданная речь. Опять Черчилля будет утром в неположенное время, 22 июня приходит весть, наконец это состоялось. Началась война между Германией Советским Союзом. Черчилль произносит замечательную речь. Он выступает по радио, где говорит о том, какое это преступление против народа России, что как куны топчут землю русских людей, русские люди, трудящийся народ, вот у них отняли все самое дорогое, я не откажусь ни от одного слова, которое я говорил в адрес коммунизма. Я ненавижу эту докрину, но сейчас все отступает на задний план. Самое главное остановить Гитлера, самое главное сломить Германию. Сталин молчит, он не выступает 22 июня, потом говорят, что Молотов объясняет, не все еще было ясно, а для Черчилля все было ясно. Самое главное состоялось. Но 3 июля, когда Сталин выступает, он говорит об исторической речи Черчилля. Черчилль, которую ненавидели руководители Компартии, Сталин о нем писал отвратительно, Ленин не раз ругал, и вдруг историческая речь Черчилля, все, и с Англией уже заключают первое соглашение предварительное с тем же Крипсом, которого до этого обругала ТАСС как провокатора, нету, все, мы готовы сотрудничать. И начинается историческая переписка между Сталином и Черчиллем. Пространное послание Черчилля, более короткие ответы Сталина, но уважительные, где Сталин почему-то себя называет премьер, хотя он не имел такого титула, но чтобы понятнее Черчиллю, какой пост он занимает в Советском Союзе. И очень подробное, активное, Сталин сразу же ставит вопрос о Втором фронте, что было бы хорошо, если бы Второй фронт был открыт. Черчилль говорит, да, здорово, здорово, но пока нет возможностей, нет сил. Сталин говорит, ну, может быть, вы подтянете как-то свои войска, даже ставит вопрос о том, чтобы английские войска были переброшены на Советский фронт через Кавказ. Черчилль отмалчивается, но мы готовы оказать вам помощь. И вот начались поставки оружия, английского оружия, это был действительно титанический труд. Английские караваны с оружием, с другими поставками преджаливали тяжелые условия, сражения с английскими самолетами, подводными лодками, но помощь шла. Сталин требовательно настаивает на увеличение этой помощи. Он понимает, он здесь может быть хозяином. Черчилль мастерски объясняет, почему. Здесь произошли задержки, почему. Тут получили, получились какие-то накладки. Дело в том, что англичане не очень, они хотели оказать помощь России, но они не верили в способность России выдержать это наступление. Они боялись, что скоро Советский Союз падет, Гитлер двинется дальше, дальше в Индию, прорвется он в Индию. А давать помощь Советскому Союзу, это значит передавать оружие просто в руки Гитлеру. Но потом, как-то получше стала помощь, потому что Черчилль отправил лорда Бивербрука в Советский Союз, где происходит совещание от американцев миллиардер Гарриман, здесь лорд Бивербрук от англичан, и вот они ведут переговоры лично со Сталиным, переговоры многодневные. В это время начинается операция тайфун. Немцы уже рвутся к Москве, но Сталин имитирует спокойствие, безмятежность, говорит о том, что ну ничего, если вы задержитесь, но с вашей помощью, но сам объем и характер помощи убеждает представители Англии и США, что положение Советского Союза надежно, партнер, которым можно доверять. И Бивербрук, вернувшись в Англию, становится пропагандистом идей Второго фронта и помощи русским. Надо русским помогать, это очень надежные партнеры. В 41-м году немцы терпят поражение под Москвой, но германская армия не разбита. И наши настаивают на Втором фронте, Советский Союз требует. Англичане и американцы готовы поддержать Советский Союз, в общем понимают, что положение тяжелое, японцы наступают, уже захвачены Филиппины, уже захвачена Индонезия, Бирма значительная часть захвачена. Значит надо, надо как-то поддержать русских, потому что это надежда. Вылетает для переговоров Молотов, нарком иностранных дел, первый заместитель Сталина, он летит на военном самолете на необыкновенной высоте над территорией оккупированной немцами, и немцы обстреливают этот самолет, и вот этот летчик доставляет все-таки Молотова в Англию, и Молотов в этой маске вынужден находиться, потому что летят на необыкновенной высоте. В Англии идут переговоры, и заключен впервые в советской истории договор о сотрудничестве с Англией. Англичане обещают открыть второй фронт. Молотов перелетает в Америку. В Вашингтоне ведутся переговоры, там договор не подписан, но Соединенные Штаты дают обязательство открыть второй фронт в 42-м году. Молотов возвращается в Советский Союз с триумфатором, правда, его обстреляли под Рыбинском наш неопознанный самолет, но самолет Целел Болтов выступает на сессии Верховного Совета, нам помогут, помощь, это происходит в июне 42-го года. А в июле 42-го года начинается немецкое наступление и США и в Англии на советско-германском фронте и в США и в Англии принимают решение не открывать второй фронт. Не открывать. Ну, они хотели посмотреть, что будет, чтобы все-таки, может быть, это пропащее дело все-таки помогать Советскому Союзу. И, значит, сначала приходят послания. Сталин в гневе, он отвечает очень резко Черчиллю. Черчилль ради объяснений в августе 42-го года отправляется в Кремль, в Москву. Он летит. В это время Гитлер уже у стен Сталинграда находится. Самолет как-то облетает. Черчилль проявляет в это время чудеса самоистязания. Он летит из Англии в Африку, из Африки какими-то круглями в Персию, в Иран, и оттуда через Каспийское море, летит в Кремль. С ним военные советники, генерал Уэйдель, Черчилль говорит, я чувствовал себя к этим человеком, который везет льдину в Шпицберген в подарок. Генерал Уэйдель сочинил стихи, которые каждая последняя строчка кончалась фразой «Не будет Второго фронта в 1942 году». И вот я прибыл, я летел в логово этого коммунистического государства, которого я всегда ненавидел и хотел уничтожить. И теперь я ехал просителем, чтобы меня простили. Прием был не очень теплый. Сталин принял его в Екатеринистском зале, присутствовали Ворошилов, Молотов с советской стороны. Черчилль стал оправдываться. Сталин иронизировал резко, говорил, ну, конечно, воевать это, говорит, тяжело, это, в общем, страшно. Черчилль не давал себе в обиду. Он говорит, мы воевали одни, в одиночку. Мы остались один, один на один. Вы нас тогда не поддерживали. Ну, нет, ну, у нас что-то есть в запасе. У нас есть операция «Факел». Что это такое? Спросил Сталин. Это операция в Северной Африке. Сталин выслушал, операция высудка союзников в Марокко, из Марокко марш на вишистские силы в Алжире, где также находятся немцы, дальше Тунис и удар в тыл Роммелю, который готовил нападение на Ирак и так далее. Он уже захватил часть Египта. Вот операция оттуда в Италию. Сталин выслушал и сказал, ну что ж, здесь есть кое-что. Первое, вы запугиваете Франко, и Франко не выступит на стороне Германии. Вы наносите удар в подбрюшье Гитлеру. Вы как-то путаете, отвлекаете части. В этом что-то есть. Черчилль говорит, я был поражен. Он сходу схватил, уловил то, над чем мы ломали головы несколько месяцев. Он понял. Ну и по принципу спаршивые овцы хоть шерсти клок. Сталин стал вести переговоры о том, какую помощь поддержит, как по ленд-лизу, что получит. Черчилль рассыпался в оповещаниях, что помощь будет продолжаться, конвои будут идти. Уж в 43-м году обязательно-обязательно будет открыт второй фронт. Кончили даже дружески. Сталин неожиданно вдруг сказал, а как насчет того, чтобы посидеть просто у меня на моей квартире? И они пошли в сталинскую квартиру, тут появилась владеющая английским языком Светлана, и они даже переводили, и Черчилль извинялся за интервенцию. Это все Ллойд Джордж, он велел виноват в этой в интервенции. Сталин сказал, ну, Бог простит. Ну, Черчиллю это очень понравилось, и вот где-то уже сильно за полночь Черчилль отправился к себе домой, а потом улетел в Англию. Он приехал в восторге от Сталина, он произнес пламенную речь в палате общей в честь Сталина, что это счастье, что страной руководит такой умный руководитель, он, говорит, владеет мастерством полемики, информирован блестяще. Ну, после этого были встречи у Черчилля со Сталиным на Тегеранской конференции, где Черчилль упорно отстаивал старую границу 1939 года, но затем проявил большую гибкость. Ну, что ж, отодвинем границы Польши на запад, и они согласились на Второй фронт. Ну, опять, все-таки война на территории Советского Союза шла очень долго, и Черчилль никак не ожидал, что после 44, в середине 44 года Красная Армия стала осуществлять буквально блицкриг, она прорвалась в Европу, она вступила в Восточную Польшу, она вступила в Восточную Чехословакию, в два счета взяла Румынию, Румыния капитулировала, и король Михай вдруг стал другом Советского Союза, вошли в Болгарию и нависли над Грецией, которую уже пытала, начала освобождать Англия, в Югославию, на которой Англия рассчитывала большие, имела большие виды, и вдруг в Югославию входит, и Черчилль срочно отправился к Сталину, и в ноябре 44-го года начались переговоры, где Черчилль предложил по-хорошему разделить Восточную Европу, он предложил, ну хорошо, 90% влияния в Румынии ваше, а 10% в Болгарии, ну примерно так же, Югославия там скажем, ну больше ваше, но все-таки у нас тоже почти половина, Венгрия половина наполовину, то же самое Чехословакия, вот нарисовал такую бумажку, где написал эти проценты, Сталин посмотрел эту записку, потом Черчилль сказал, может мы уничтожим эту компрометирующую на записку, Сталин сказал, да, можно и уничтожить, но никак не реагировал, никак, ну Сталин в это время знал, что он хозяин положения в Восточной Европе, и все эти запоздалые попытки Черчилля сохранить какой-то позиции, они не имеют оснований, правда, Сталин шел на уступки, все-таки правительство Венгрии возглавляли не коммунисты, в Болгарии сначала сохранялась монархия, монархия в Румынии, в польжское правительство, которое создано было в Люблине, на занятой советскими частями территории, ввели Миколайчика, главой мигрантского правительства Польши, мы готовы пойти на уступки, во время войны Черчилль проявил все свои наиболее сильные такие боевые качества, он прежде всего он был готов отправиться в любую точку Земли и вести переговоры, он считал, там, насчитал десяток числов дней, которые он провел с Рузвельтом, от помощи Америки все зависит, поэтому он к больному Рузвельту готов был ехать куда угодно и встречаться с ним и на кораблях и в Вашингтоне и в Касабланке где угодно, он выезжал на линию фронта, он встречался с моряками и летчиками и, наконец, он всегда посещал те районы Лондона или других городов Англии, которые были разрушены, он появлялся на развалинах во время этих встреч фотографировались, снимались на пленку и Черчилль поднимал вот этот знак Ви, победа, победа, вот это знак фирменный, знак Черчилля, Черчилль был, стал героем страны, это был культ личности Черчилля, что, кстати, у нас немножко не понимали, культ личности, на который уже был, приобрел характер настоящего поклонения. Писатель Герберт Уэллс в ноябре 44-го года написал статью «Остановить Черчилля», что это ненормально, уже поклоняемся Черчиллю как божеству, а божеству, потому что все видели, вот этот лорд, этот выходец из герцогской семьи, он как простой человек ходит, он входит в окопы, он готов пойти на развалины, он везде с нами. Черчилль был прирожден, прирожденным артистом, во-первых, как говорили, он, говорит, не учился быть домогогом, он был домогогом, он умел соблазнять массы, он умел нравится, и, ну, не самая замечательная внешность у Черчилля, но он очаровывал людей, вот эта бульдожья внешность была привлекательна для англичан, потом он подвезупречен в личной жизни, он 56 лет прожил безупречно с одной Клементин, у них крепкий, прочный брак, ну, он выпивал, это тоже знали, но это он никогда не напивался до такого состояния, что говорил какие-то глупости публично, он много курил, но ничего страшного, тогда курение не считалось пороком, он считался вот тем англичанином, который вот отлицетворял качество Джона Буля, твердого англичанина, который выдержал испытания тяжелейшие испытания в нужное время, вот поэтому Черчилля любили, Черчилль был любим всеми на свете, и за Черчилля готовы были голосовать. Черчилль очень боялся успехов Красной Армии, уже в апреле 45-го года он написал Рузвельту, что продвижение советских войск в Европу создает у них, у Советов неверные представления о них самих, они возьмут скоро Вену, Берлин, и они будут думать, что они хозяева Европы, надо что-то делать, первое, прорваться первыми в Берлин, не получается, из Хауэр, говоришь, у него нет сил, тогда Черчилль разрабатывает операцию немыслимая, вооружить немецких солдат, чтобы они были быть готовыми выступить по приказу Черчилля против русских, остановить их. На подставской конференции разыгралась такая сцена, Черчилль и Сталин спорят о границах, восточных границах Германии. Черчилль говорит, надо немцам отдать уголь Силезии. Черчилль говорит, у них есть торгал, Сталин говорит, у них есть торгал, но у них хватает шахтеров. А почему вы в качестве шахтеров не используете военнопленных? Вот, я знаю, у вас там есть военнопленные, которые, говорит, стоят и, кажется, даже не разоруженные в лагерях. Черчилль сразу понял намек. Нет, нет, вы не подумайте, что я держу карту в кармане. Я не держу. А у Сталина уже меморандум готов. Вот, по этому поводу у меня меморандум, что вы придерживаете эти войска. Но Черчилль тогда говорил, что это не так. Это было. И потом Черчилль сознался, в 55-м году признался, готовили вот этот вероломный акт, готовили операцию немыслимую. А дальше происходит невероятное. Черчилль проигрывает на выборах. Как? Почему? А уже начался мир. Англичане уже два-три месяца почувствовали, что значит жить в условиях мира. И Черчилль с его консервативными замашками мы сберем нашу рабочую партию, профсоюзную партию. В партии придет Этли, который был заместителем Черчилля в коалиционном кабинете всю войну. Черчилль проигрывает. Черчилль остается не удел. А в это время в Америке уже создана атомная оружие. И вот Черчилль, лишенный работы, отправляется в Америку, чтобы произнести речь в каком-то провинциальном городке Фултон, городе Миссури, родном городе Трумена, где открывают просто университетик вот их. И Черчилль должен произнести речь. И вдруг Черчилль произносит речь о том, что это не та Европа, за которую мы боролись. Не за что боролись. Установлен железный занавес от Адриатики до Балтики. Советы устанавливают свой режим. Это фактически оккупация советская Восточной Европы. И вот с этого времени при этом присутствует, при этой лекции присутствует Трумена, он не произносит ни слова, при этом молчат другие официальные лица. Черчилль, отставной руководитель, произносит речь, но это становится сигналом для начала холодной войны. Правда, к этому времени уже американцы разработали планы бомбардировки Советского Союза, но они не решаются пойти на это, не хотят они ввязываться в большую войну. Черчилль настаивает на это, начать атомную войну против СССР пока не поздно. Он обращается к Труммену разбомбить Москву, применить атомное оружие против Москвы. Самое главное, успех Черчилля, успех его политики был связан с тем, что это был человек, который отстаивал интересы своего класса, своего элиты, лично себя. Он готов был разворачиваться, совершить такие виражи, которые были неспособны его коллеги по партиям, поэтому он менял партии. Он мог совершать такие виражи во внешней политике, на которые были неспособны его коллеги. Он мыслил более широко, но в то же время твердо отстаивая интересы своего класса, своей элиты, своего круга. КОНЕЦ